Возвращаюсь к первой задачи. Я сначала расскажу про первую задачу, потом про третью, а потом про третью. Что там на самом деле для них сейчас известно. По поводу первой задачи. Вот можете попробовать дома сами доказать, что при а равном 3 или 4 вот таких графов просто нет. Это можно сделать не так сложно. А вот при а равном 5 такой граф есть. И я его скоро навесу. Ну а что известно про другие значения? Оказывается, можно доказать следующий факт. Что? Такой граф может существовать тогда и только тогда, когда вот это вот число А имеет вид 1 плюс m в квадрате. Где m еще не должно делиться на 4. Вот только при таких значениях А может быть такие графы существуют. Если А нет в этом условии, то какие значения А в самой маленькой здесь получаются? Ну получается А равно 2, конечно. Это вот это церевляемое случаем мы рассмотрели. Потом А равно 5. Это когда m равно 2. Я обещал нарисовать сейчас эту историю. Потом m равно 3. Тогда А будет равно 10. Тогда А будет равно 10. Ну и следующее значение А будет уже, ну не 17, потому что 4 делится. А следующее значение. А следующее значение будет при m равном 5. То есть А равно 26. Ну и дальше значение еще больше. При А равном 10 граф тоже существует. А вот при А равном 26 уже никто не знает. Я прочитал, что этим графом активно интересуется группа математиков в Японии и у нас в Уральском центре. Эти люди занимаются теорией конечной группы и оказывается вот это все с этим связано. И до сих пор они так и не сумели этот граф пособить. Или доказать, что его нет. Показывать вот этот факт я не буду, потому что удивительным образом это доказательство использует теорию матрицы. Нужно знать, что такое матрицы, что такое собственные числа матрицы, что такое собственные вектора. Все это вы узнаете, когда будете учиться на первом курсе. А кое-кто может и сам это все прочитать, взяв учебник. Но, скорее всего, большинство из вас этих решений не знает. И поэтому рассказывать доказательство, которое все это использует, смысла никого нет. К тому же оно не такое уж и коровое. Вот удивительная задача на первый взгляд порастает. И причем это не полное решение задачи. Потому что вот для таких А, как я уже сказал, вот начиная с 26 уже неизвестно. Вот. А теперь я нарисую, что будет, если А равно 6. Да, во-первых, я дам подсказку к решению вот этой самой задачи 60-го года. Оказывается, число вершин в графе вот этих слов А связано с вот такой простой формулой. Л равно 1 прибавить А и прибавить А умножить на А-1 пополам. В процессе решения этой задачи вам придется как раз эту формулу получить. Это некая подсказка. Ну и дополнительная задача. Ну вот отчет уже видно, что при А равном 10 вершин будет там довольно много. Сколько будет 10 на 9,45? 55 вершин. Значит, такой граф нарисовать я, естественно, не могу, потому что... Ну понятно, почему. Вот. Но можно описать, как он устроен. И доказать, что он действительно обладает всем этими свойствами. Ну вот у меня тут все это написано в тексте, который я подготовил, чтобы обладать небольшую брошюрку. Но это занимается страницей 3-4 текста, и, наверное, тоже рассказывать это сейчас ни к чему. Все-таки это сложный мир. Кстати, когда вообще он появился? А появился он в 67-м году в диссертации американского математика. Я сейчас нарисую, что будет при А равном 5, и буду при этом рассказывать. Вот это интересная картинка. Ну, 10 – это был граф, найденный в сектах. Он слишком сложный, чтобы его можно было нарисовать, а объяснять, как он устроен, ну, достаточно долго. А вот при А равном 5 это вполне можно сделать. И этот граф выглядит вот. Кстати, он тоже известный и носит имя немецкого математика Крепш. Ну, Крепш жил в 19 веке, занимался сложной наукой, которая называется алгебраической геометрией. Никакой теории графов тогда не было. И этот граф у него возник в одной из задач алгебраической геометрии. На какой-то поверхности геометрии он исследовал прямые, и оказалась система прямых пересекалась между собой в точках, и вот эта конфигурация как раз привела к этому графу. Ну, он это графом, конечно, никогда не называл. А уже потом выяснилось, что в этой задаче как раз этот графом появляется. Ну, можно по-разному изображать, но граф этот один, на самом деле. И можно доказать, что при А равном 5 только один такой граф. Фактически. Ну, давайте его можно по-разному. А на самом деле граф получается один. Вот я его сейчас нарисую самым простым, ну, для меня, по крайней мере. Граф четырехмерного кукла. Ну, я уже тут как-то читал лекцию и показывал, как этот граф рисуется. Сейчас я это буду говорить в более быстром темпе, ничего не буду доказывать. И вы это можете рассматривать как задальский навык. Значит, сначала я нарисую изображение трехмерного куба вот в такой сравнении проекции. Вот эти три точки, которые лежат на одной прямой, эти три точки тоже на одной прямой. Эти прямые параллельные. Дальше я нарисовал прямые параллельные этим двум через верхнюю нижнюю вершину. И я нарисовал так, чтобы расстояния между соседневым и прямым были одинаковыми. Приблизительно так и есть. Но то, что это трехмерный куб, всем понятно. Надо объяснять не надо. Как из него получить четырехмерную? Очень просто. Мы продолжаем мысленно вот эту прямую, на которой эти три вершины называют. Берем на ней проливодную точку и соединяем ее со средством. Это будет новое ребро уже четырехмерного куба. А теперь мы передвигаем весь трехмерный куб с помощью параллельного переноса на вот этот вот метр. Ну что это означает? Это означает, например, что я беру вот эту решину, провожу прямую, параллельную и равную вот этой прямой. У нас возникает вот такой параллельный. Вот это 32-й точка. У нас возникает вот этот вот метр. У нас возникает еще один параллельный. 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 Это вы можете сами легко проверить, проведя какие-то рассуждения геометрицией. Теперь я вот эти переносу точно так же. Точно так же. Вот этот ответ провожу параллельно. Вот этот ответ провожу параллельно этому. Потом еще один параллельно у меня получился. Я могу провести вот этот ответ, и он будет параллелен этому, потому что эти два ответа параллельны. Тут возник уже параллельно, и автоматически эти два ответа будут параллельны. Потом я беру вот эту вершину, проведу опять прямую, так чтобы этот ответ был параллельно вот этому, вот у нас возникает еще один параллельно. И вот этот ответ будет равен этому. После того, как параллельно нарисовали, я могу вот так отрезки провести. У меня возник еще один параллельно, потому что эти два отрезка равны параллельно. Потом вот эту, наконец, вершину я провожу, переношу с помощью этого вектора параллельно. Получили еще одну точечку. И вот так. Короче говоря, я все эти три вершины параллельно перенес вдоль этого вектора. Они тоже будут лежать на одной прямой, которая подпадет с этой прямой. И они все соединяются лебрами. Причем, каждый новый век будет параллельно соответствующую лебру воды как-то. Ну, раз мы вершины перенесли, то и лебра тоже, конечно, не перенес. Ну, возникну тут массу параллельно, которые все хорошо лежат. Ну и, наконец, перенесем. Я просто не хватаю, поэтому как-то это немножко клевовато получилось. Перенесем верхнюю вершину, тоже параллельно, вверх. Вот эти три лебра тоже, конечно, перенесутся. Возникнут три параллельно. И, в итоге, здесь у нас возникает еще один трехмерный. И вот эта вся картина, это и есть четырехмерный. Ну, точнее говоря, для нас это граф четырехмерный. То есть нам тут не так важно, почему он четырехмерный. Значит, никаких философских вопросов мы обсуждать не будем, что это трехмерный. Для нас это просто набор из 16 вершинок. Ну, вот эти вершины тут установлены. Ну и несколько из этих философских соединены по параллельно. То есть это граф. Все эти вершины можно заномеровать наборами из 0 и 1. Значит, нижнюю вершину мы можем заномеровать 0,0,0. Вот эту вершину 1,0,0. Эту 0,1,0,0. Эту 0,0,1,0. Эту 0,0,1,0. Эту 0,0,1,0. Вот видите, оказалось, что из тех вершинок, которые я уже заномеровал, если мы возьмем какие-нибудь две вершины, которые соединяются в ребром, то эти две вершины видображаются наборами из 0 и 1, которые различаются ровно в одном месте. Например, вот эти две вершины различаются в первом месте. Вот эти две во втором, эти в третьем, эти в четвертом. Так вот, оказывается, можно и остальным вершином сопоставить наборы из 0 и 1. Таким образом, что вот здесь будут выписаны все возможные наборы с двумя единицами, здесь будут все эти четыре наборы с тремя единицами, ну, а наверху будет набор с тремя единицами. И можно так сопоставить эти наборы, что какое бы мы ребро ни взяли в этом графике, это ребро всегда будет соединять два набора, которые различаются ровно в одном месте. Вот это место, в котором они различаются, мы будем называть направлением этого ребра. Значит, в графе у нас получается, ребра бывают четырех разных направлений. Так вот, вы можете проверить, что в этом графе все ребра, которые имеют одно направление, изображаются равными и параллельными друг другу ответствами. Ну, например, ребра, имеющие направление 1, то есть, которые различаются в позиции 1, вот они. Но я, правда, не написал, как здесь расписываются задачи 0 и 1, но вот это вам задачка надо. Это однозначно восстанавливается, потому что нарисована. Расстановка 0 и 1, так, чтобы все 16 комбинаций у нас получились, и чтобы условие, которое я сказал про добра, было бы не было. А условие повторяет вопрос. Две вершины, то есть два набора 0 и 1, соединяются ребром, тогда и только тогда, когда они различаются ровно на 0. Вот это, значит, будет у нас четырехмерный. Ну, можно, в принципе, нарисовать пятимерные и так далее, но нам это сейчас не нужно. Нас он интересует как граф. Что можно про него сказать? Очевидно, что это граф регулярной степени 4, потому что из каждой вершины выходят 4 элемента. Ну, вот здесь это видно, ну, и здесь тоже ясно видно, что везде почти 4. Но это не совсем то, что нам нужно. Ну, в графе, который соответствует числу а равен 5, в графе регулярной, сколько вершин должно быть? 5 умножить на 4 пополам 10, то есть 5 плюс 1 16, то есть ровно сколько? Но он вам еще пока не годится. Дело в том, что степень-то должна быть 5, то есть из каждой вершины должно выходить 5, а тут 4. Значит, надо добавить еще какие-то элементы. А как их добавить? Ну, понятно, как добавить. Надо 16 вершин разбить на 8 пар, и каждую пару соединить и много. То есть добавить 8 элементов. И тогда из каждой вершины будет уже выходить 5 элементов, что там добавить. Нужно только понять, как именно сбывать на паре. А на паре сбывать очень просто. Вот эта вершина соединяется, и вообще, любая вершина, вот я ее сокращенную обозначаю, альфа с волной, на самом деле это набор из пятерок чипсов, альфа 1, 2, альфа 4. Она будет соединяться дополнительным вершином в противоположный набор. А что такое противоположный набор? А противоположный набор? Это вот такой набор. А что такое терписька? А знак терписька? Это просто сокращенное обозначение 1-1. Ну то есть 0 в терпиське это единица, а единица в терпиське равно 0. Ну вот в логике эта операция называется трецентром. Ну нам это сейчас не так важно, как там называется. Так вот для произвольной вершины графа, то есть для произвольного набора, берем противоположный набор, он однозначно определяется, и соединяем и выводим его. Вот именно так мы разбиваем набор. Ну в этом графе любая пара вот таких вот наборов можно такую пара еще назвать диаметом графа. Почему? А потому что расстояние между вершинами, образующими диаметом в этом графе, максимальная вагонка. А что такое расстояние? А расстояние это сделано к кратчайшей С вперед, которая соединяет вершины. Ну например, вот эти две вершины, между ними расстояние 1, между ними расстояние 2, вы можете соединять с двумя. Ну а любой диаметр в мерном кубе, он соединяется цепью из четырех. Вот это вы можете сами провести. Ну а нам собственно важно только вот что, что мы для каждого диаметра проведем соответствующие четырех. Получается, что у нас получился граф на 16 вершинах, с пятью реблями, выходящие из каждой вершины. Нужно только проверить, что он удивляет всем этим условием. Ну вот первое условие, то, что любое двое знакомых не имеет общего знакомого. На языке графов означает, что граф не содержит трюк. Ну действительно, если у нас два человека знакомые, и у них есть общий знакомый, то это и будет трюк. Ну и наоборот, если нет общего знакомого, значит нет трюка. То есть это условие означает фактически, что просто нет трюка. А вот это условие означает то что, что любые две вершины, не соединяемые ребром графом, лежат на одном цикле длины четыре. Вот четыре вершины соединены таким образом называются циклом длины четыре. Так вот, любые две вершины, не соединяемые ребром, лежат на одном единственном цикле длины четыре. Это было фактически из каждого условия задачи. Так вот здесь нужно просто проверить, что нет треугольников, и любые две вершины лежат на одном цикле длины четыре. Ну то, что треугольников нет, это понятно. Во-первых, в самом четырехмерном кубе не было треугольников. А от того, что мы добавили вот эти ребра, диагноз треугольники появились никак не могут. Ну действительно, если треугольник появился, то он должен содержать такой диагноз, например, вот этот. Но откуда треугольник вот этой стороной? Вот эту, что мы берем, она уже не соединяется с этой никакой. Значит треугольников очевидно нет. А что касается цикла длины четыре, то можно проверить, да, что каждые две вершины лежат ровно на одном цикле длины четыре. Ну для каких-то, для каждой две вершины, которые не соединяются ребром. Ну вот для самого четырехмерного куба, для некоторых пары вершин, которые не соединяются ребром, действительно только есть один цикл длины четыре, на котором они лежат. Но, к сожалению, для некоторых пары вершин такого цикла нет. Ну, например, если взять две диагнозиальные противопорожные вершины, они ребром не соединяются, но и цикла нет в чрезмерном кубике. Но после того, как мы добавили вот это ребро, такой цикл появляется. А именно, скажите, этот цикл состоит из вот этого ребра, вот это ребро, и, значит, проведем ребро параллельно этому ребру. Ну вот оно получилось. Параллельно и равное должно быть, но... А нет, вот это должно быть параллельно и равное. У меня просто криво нарисовано, но вот это ребро должно быть параллельно и равно вот этому. А вот эти две вершинки должны быть диментральным предположением. А раз они диментрально предположены, значит, тут еще добавляется ребро. Ну и в итоге у нас получается цикл длины 4. Он состоит из двух диаметров, которые у меня здесь пересекаются, и двух вот этих циклов длины 4, которые как раз обладывают две вершины, которые образуют диаметры. Четырехмерных пупель такого цикла не было, а сейчас он появится. Причем ясно, что он ровно один. Ну вот вы можете и дальше проверить, что любые две вершины, которые в этом графе ровно не соединяются, они все равно лежат на цикле длины 4, причем ровно один. Ну это я не знаю, что это в графе, который наше значение. Ну вот Клепшин, ну точнее не Клепшин, только уже потом, ну раз граф Клепша, я сказал, что Клепша. Потом было доказано, что такой граф с этими условиями, то есть когда А равно 5, и вот эти два условия, 0 и 2, является однозначно. Ну если хотите, вы тоже можете поломать голову, попробуйте это доказать, но это немножко посложнее. Ну в принципе, это изделие от него.